Игрешники Игрешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Ибо он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. В сегодняшнем Иоаннском чтении Господь наш Иисус Христос в общении с иудеями предлагает заповедь, которая была новой не только для физического мира того времени, но и для самого Богоизбранного народа. Заповедь о любви к врагам. Христос Спаситель, говоря о условиях достижения Царства Небесного, заповедует «Любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего». По мнению Святых Отцов, данная заповедь – это как явление другого бытия. И когда мы пытаемся проникнуть в эти слова, нам открывается бездна божественной премудрости, потому что любовь есть величайшая сила. Любовь способна изменить человека, из врага сделать друга, чужого сделать ближним. Принятие этой истины – это прежде всего глубокий переворот в мировоззрении. В то же время, по словам Святых Отцов, заповедь о любви к врагам – это самая трудная заповедь. Святитель Иоанн Златурус называет любовь корнем, источником и матерью всех благ. Любовь к ближнему – для многих невыполнимый, недостижимый идеал. Но если поставить себе целью восхождения к этому идеалу, постепенное продвижение к нему через отказ от ненависти, через принятие в свою душу понимания и сострадания к другому человеку, через творение дел добра и милосердия, то наша жизнь непременно изменится. Тот же святитель говорит, если человек выполняет заповедь о любви и тем более о любви к врагам, тем самым он уподобляется Богу. Потому что Бог любит всех – и добрых, и злых. А по словам преподобного Максима Исповедника, заповедь о любви к врагам невозможна, иначе Господь не давал бы ее. Кроме того, на кресте Он сам исполняет ее, показывая нам подлинный пример любви. Кто же тот враг, которого нам нужно любить? Часто мы сами создаем для себя таких врагов по недоразумению, по наущению других, по зависти. Мы создаем себе врагов в нашем воображении, и потом начинаем бороться с ними, пытаемся сделать им какое-то зло, забывая слова, которыми начинается сегодняшняя Евангелие. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Что бы ни случилось в нашей жизни, нужно ненавидеть не нашего обидчика, не самого грешника, а его грех. Мы не должны связывать в своем воображении человека и его поступок, хотя на практике этого очень сложно избежать. Очень часто мы просто не хотим прощать. Ведь если мы видим какую-то болезнь у своего ближнего, то это значит, что мы распознаем эту болезнь и в самом себе. Но Господь призывает нас не делать из ближних врагов, а находить в себе силы прощать. Кто выходит победителем из ситуации, когда человек прощает своего врага? Враг или тот, кто простил врага? Конечно же, тот, кто простил врага. Интересным образом толкует слова Христа о любви к врагам блаженный Феофилак Болгарский. Мы должны считать своих врагов нашими благодетелями, ибо, враждуя против нас, беспричинно и нанося нам вред в этой жизни, они тем самым уменьшают нам наказание за наши грехи в жизни будущей. Если ближний действительно совершил нам зло, то, отвечая ему тем же, мы сдаем свои позиции, мы проигрываем борьбу. Это значит, что такой человек свою злобу и свою ложь посеял в нашем сердце. А если мы не отвечаем злом на зло, если мы изгоняем из сердца свою злобу, не теряя при этом разумной оценки жизненной ситуации, то таким образом мы побеждаем зло своим добром. Заканчивается же сегодняшний евангельский отрывок следующими словами. «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Так в Ветхом Завете Господь неоднократно призывает человека к милосердию. «Милости хочу, а не жертву». Однако иудеи стали пренебрегать призывом Божьим к милосердию, считая, что своим внешним формальным соблюдением закона они приобретают праведность. Но Богу приятны не те, кто считают себя праведниками, но те, кто осознает себя грешниками. Таким образом, чтобы получить доступ к милости Божией, нужно осознать себя грешником, нуждающимся в помощи Божией в борьбе с собственным грехом. Святитель Иоанн Златоуст говорит, «Ничто не дает нам такой возможности избежать гиенны огненной, как милосердия. Совершая дела милосердия, мы проверяем свою сущность». Современная мораль призывает, «Нанеси первый удар по конкуренту». Христос же говорит, «Любите врагов ваших». Делать добро, не ожидая ничего в ответ, это чрезвычайно трудно, особенно если получаешь вместо ничего злобу, клевету и обиды. Но Христос претерпел все это – непонимание, зависть, гонение, хулу, клевету, злобу, избиение, распятие и смерть. И Он не только дал нам тем самым пример, Он готов помочь нам в каждом нашем добром деле, Он поддерживает нашу немощную руку, укрепляет в минуту слабости и уныния, дает надежду в безнадежной, казалось бы, ситуации. Священномученик Петр Дамаскин говорит, «Делайте добро, не ожидая ничего, ибо таким образом мы делаем своим должником самого Бога». За исполнение своих слов Христос обещает нам великую награду – стать сыновьями Всевышнего. Что может быть выше этого? Христос – Сын Божий, и мы будем сынами Божьими. Следовательно, мы должны помнить, что то, что мы растим в своей душе, именно то и принесет плоды. И пусть это будут плоды христианской любви, незлобья и благочестия.